друзья всем привет всем привет решил выйти в неочередной раз внепланово в эфир поводом стала посылка из уфы от султанова хикматулы он занимается производством спортивных товаров вот фабрика у него называется так называется фабрика спортивных товаров он прислал посылку на той неделе в пятницу я эту посылочку принес на тренировку мы думали что откроем и сделаем ролик на тренировке что попробовать вот но потом я посмотрел получилось не очень хороший ролик какой-то такой но не неудачный поэтому я тот ролик уничтожил и решил спокойно обстановке показать посылку вскрыть и поговорить о пользе эспандеров почему об этом я считаю что нужно говорить но опять закручиваются гаечки по поводу всяких тренировок спорт но всех развлечений спортивных соревнований и я думаю что какое-то ближайшее время придется наверное придется наверно все таки людям заниматься больше дома но кто хочет заниматься и так но многие боятся приходить на тренировки боятся заразиться то есть на мозге то здорово накапали людям и люди боятся заниматься в группах но в больших группах поэтому наверное будет актуально как в самом начале как весной пошла эта эпидемия и сразу очень много было роликов посвященных всевозможным вариантом работы дома индивидуально самостоятельно вот и начаться 2 волна как-то спала вот но тем не менее это остается актуальным и так может получиться что это будет актуально и ближайшие там полгода год вот поэтому я решил на примере эти посылочки поговорить о пользе работы с эспандерами и показать что это полезно это работает я с удовольствием бы и на вопросы ответил и услышал бы какие-то комментарии и и прочее прочее потому что вот эта тема актуальная здоровье она актуальна будет всегда и тем более в нынешней ситуации да и я считаю что эспандеры это такой тренажер с которым можно можно очень хорошо работать можно очень хорошо развиваться и причем многие виды спорта используют тренажеры резиновые тренажеры просто эспандеры да легкая атлетика все виды единоборств борьба удар когда на ударку хорошо работа но нарабатывать на эспандерах и те кто занимаются реально профессиональным спортом понятно что в арсенале почти у всех есть резина это резины все используют много учебных материалов по резине ну а сегодня просто как бы темы для разговора тем разговора и так хикматула султанов прислала из уфы вот такую посылочку коробочку такую посылочку я тут распотронил все посмотрел что что еще в ассортименте есть но понятно что это такая пробная посылочка и друзья первое что мне понравилось в этих изделиях это красивые смотрите какие красивые они вот такие петельки на концах удобные надежные самое главное так я взял подергал одну понял что хорошо все сделано можно так можно так просто держать хорошо но это для захвата задержки наверно да надо здравствуйте реально времени ну а что еще остается тренировок меньше и меньше надо канал поддерживать активно а тем более считаю что сегодняшний конкретный выпуск это полезный и так смотрите я вот в когда мы делали тот ролик я не сразу понял что мне понравилось в этом в этих изделиях кроме красоты а мне понравилось то что резина она в оплетке вот оплёточки все знают кто кто много работает с резинами цепляешься за что-либо там какая-то из заусенция еще что-то какая трещинка выбоинка и резина быстро выходит из строя очень быстро выходит из строя потому что маленькая физкульт привет аликат чуть-чуть за что-то зацепилась трещина чем сильнее тянешь тем трещина быстрее раз разверзается и можно резину выбрасывать мне конечно можно там придумывать присти там но разные варианты есть мед резина которая работаю иногда надо чаще конечно она еще меня с 90 какого-то года мне то есть я подарил раклин эту резину я там ее латал перелатал такая боевая рабочая резина вот здесь же в оплетке и чтобы добраться до резины надо еще постараться чтобы вот эту оплетку перетереть поэтому для улицы за любое там дерево можно зацепить за все любое то есть можно не париться резина не порвется то есть долговечная резина сейчас могут меня камни полететь что вот занимаешься рекламой да занимаюсь рекламой я считаю что те товары которые хорошие почему бы не не хорошо одних рассказать о плюсах и минусах если найдутся минусы да но сегодня я думаю только плюсы будет потому что я сейчас не работаю на этой резине а просто показываю и вот чем хороша вот вот эта фабрика хекмутулы султану что здесь много разных вариантов здесь универсальные здесь есть одножильные дальше 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 до четырех жильных есть разные длины они вот это длинный был метр семьдесят четырех жильный то есть можно приспособиться в любом помещении на любом в любом спортивном городке можно этим местечко и поработать тесно поменьше резину найти место хватает подлиннее резину вот в каждом есть и плюсы как бы работы и минусы и работа с резиной на очень как бы такая творческая чем она хороша ты взял резину и начал имитировать все так сергей здравствуйте с прошедшим днажды не только наступают спасибо сергей да всем всем благ всем здоровья как раз вот эта посылочка пришла буквально за за два дня до дня рождения так что это как как подарок может сказать получился мне из уфы вот разные длины разные толщина то есть разное количество жил хотя смотрится как бы но вот это вот двух жильные двух жильные и четырех жильные видите они очень похожи вот их мута кстати а если бы какая-нибудь была пометочка сколько там жил а может там есть я не знаю не обратил внимание было вообще здорово что вдруг у людей разные резинки чтобы они не 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 мучились а так раз это здесь написать там четыре жилы или там четыре каких-нибудь там эти простройщики четыре жилы но это так мысль а во 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 вот жилье на него я думал внутри жилом вот видите век учи вижу век учись вот это трех жильный все теперь понял как жилы тёхи кутала все принимается вот две жилы так раскрываем все я думаю внутри это жилы все понял а вот это четырех жильный знаете нет двух двух двужильный сложил два и умножил на два двужильный о таких муталок приношу свои извинения все сразу не разобрался просто о то есть 1 жильные этом детишкам на чистую технику больше на физуху для более взрослых для более подготовленных это уже как бы больше жил четыре жилы вот и здесь вот я смотрю пресс-лист да и эспандер лыжника эспандер универсальный 2 3 4 рядный вот длина метр двадцать пять метр семьдесят эспандер эспандер кобра эспандер компакт то есть много 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 различных и да и самое то главное что я потом еще перезвонил к мутуле и спросил это вы сами все делаете это не перекуп это человек своими руками то есть там фабрика миды не очень большая до нервных наемных рабочих немного и он в удовольствие этой как работа и хобби у него он все делает сам я спросил он вид до все делаю сам почему я в час вспомнила вы смотрите вот каждый узнает вот такой бинт да и я тоже удивился я спросил специально вот этот бинт как там мартинсон да называется вот такой бинт резиновый плоский то есть всю жизнь как бы с этим бинтом из него плели косички и занимались с такими бинтами мне пояснил хик мутула что он делает это все сам то есть у него куплено оборудование и толщина вот в этом в этом бинте вот на здесь наверно передаст намного более более толстая чем тем эти винты которые продаются в аптеках там такие тоненькие там действительно тоненькие а я сейчас взял этот потянул в принципе большому счету от этого бинта даже как бы вот тоже можно работать как резином как раньше работали всегда так смотрите дальше еще вот такими особенно ментами которые легкие легкие как бы не напряженные очень хорошо заниматься лечебной физической культурой а это так так не подскажите как их рекомендуется очищать чтобы не повредить реагентами время сейчас требует вы знаете раньше вот эти бинты раньше все время были в тальке вот то что продаются они все время в тальке то есть они и лучше сохраняются это понимают для резины нужно чтобы какое-то было ну вот какой-то воздействие даже я не думаю что чем-то покрывать надо вот но это вот если хик мутула выйдет в эфир он расскажет и может пояснить или в комментариях потом как надо ухаживать за вот этими эспандерами вот этим за такими-то понятно здесь как бы это они дубовые в хорошем смысле слова здесь ничего бы не надо ничего пропитывать но вот эти нового действительно толстый я думаю что он надежный главное чтобы не было трещины не порвать а чтобы не было трещин просто можно как еще делали когда вот эти раньше были только вот такие бинты то то место за которое вы прикрепляете эспандер обвязывалась чем-то ну тряпки еще каким-то чем-то там чтобы было более-менее гладко и все было было достаточно безопасно для эспандеров вот поэтому меня честно говоря так поразило то что вот это делается на оборудовании у нас здесь бинты более толстые хорошая эластичность и чувствуется надежно надежно хорошая спасибо большое но мне не за что если хик мутула сможет выйти в эфир я вам сказал что вы где-то в 11 планирую выйти если он подключится он ответит на эти вопросы но и в комментариях потом вот поэтому вот это удивительно вот всем знакомый бинт он производится сейчас у нас то что сейчас китайского много всего продается ноут на китайской это не всегда значит плохое просто там более тонкая более тонкая а по ценам и я как бы не сравнивал но я почему-то думаю что сейчас проще брать наше родное потому что меньше заморочек с таможнями с как можно заказать так но опять же смотрите я вам покажу сергей сейчас покажу как как покажу вот телефон из вот адрес есть все это и есть смотрите витальному здравствуйте не за это правильно высветится или наоборот султанов 52 собака yandex.ru вот честно скажу хик мутула прислал мне это с одной стороны хорошо спасибо нашу видно да с одной стороны это как бы но как я считаю как подарок да а с другой стороны это как образцы для того чтобы я мог это как бы тоже реализовывать и возможно как бы на этом даже части ну как прерыву так будет небольшой да дальше это борьба это ударные виды спорта дальше так это у нас что эспандер грация 6 8 миллиметров вот вот такой смотрите понятно да там как бы 8 4 север юг запад восток и можно использовать в фитнес индустрии или индустрии то есть мне просто прислал я несколько видов чтобы это было понятно что что к чему дальше идем дальше идем дальше идем дальше идем это у нас эспандер универсальный двухжильный а это спандер универсальный чем он отличается смотрите здесь вот такие вот такие вот такие неопреновые ручки смотрите то есть работать на улице на улице то тепло держать удобно очень хорошо ручка такая тепленькая ручка хорошая то есть это эспандер универсальный дальше ну я сейчас на скакалках не прыгаю вот ну внук на будет прыгать реквизиты в чат до обязательности ну ничего не сейчас а то что меня подняли я не смогу технически скинуть в комментариях обязательно сделаю дальше но я посмотрел ценники на скакалки что такое совсем смешное честно говоря ну как стандартная скакалочка значит учителя физической культуры с опытом говорят что вот такого плана скакалки они самые на самые хорошие ну во первых они износ устойчивые да они как бы тяжеленькие они ветер будет как бы не помеха для прыжков на скакалке потому что одни них ты скакалки такие из легкого материала сделаны ветер дул и сразу скакал кота катаешься подлетает от ветра вот это уже посерьез не скакалочка видите это уже ураган даже и помеха для работы дальше что здесь было еще это грация так значит что дальше а эспандер восьмерка но это больше так понимаю для плечевого пояса хотя можно хотя можно совершенно и по-разному использовать понятный принцип да то есть на разный вкус дальше берем смотрите тут каждому эспандеру кистевому предлагается как бы небольшие инструкции хотя казалось бы да зачем к эспандеру кистевому инструкции но это это очень перебор да ну вот эспандеры это тоже все делается тут разные разные есть диаметры вот и ну как минимум у меня посылки два вида 1 это вот такой гладенький маленький просто отрабатывает до всевозможные всевозможные движения вот и эспандер тоже побольше поменьше диаметр вот такой масса массажер одновременно с такими пупырышками то есть вот а как воздействовать эти пупырышки на организм тут есть описание я как варвар мешки ру вот и каждому пандеру вот такое описание вот такой образовательные точки акупунктуры ну и под каждую лапу да вот лапа мне как бы такая побольше рука да поэтому мне как бы не не очень это удобно мне нужно побольше поэтому он очень хорошо занимается вот друзья ну на самом деле как бы я вышел с тем чтобы ноги из сказать спасибо хикматуле да какую-то положительную рекламу это не не реклама сами понимаете то что это за забивать все каналы только возможный интернет и телевизор то смотрит да вот а что здесь он предлагает еще кроме того что вот эспандеры потому что больше имеет эспандеры да и для боксеров груши всевозможные мешки перчаточки детские наборы для бокса для малых для средних мат и спортивные гимнастические борцовской покрывала манекены вот эспандеры мы показали туристические коврики скакалки а вот что было по вот понятно эти цена скакалка смотрите скакалка спортивная резиновый диаметр 6 миллиметров 46 рублей ну я думаю подъемные совершенно ценники скакалка из пантер 47 рублей прыгалка скакалка 52 рубля резиновый бинт вот этот который мартинсом вот это я понимаю вот это смотрите так вот скорее всего это резиновый метр 58 рублей за погонный метр учитывая что толстенький так жгуты просто резиновые снаряжение для рыбаков да я так скажу мне не буду сейчас вдаваться подробности что там еще есть там много чего есть самое главное что человек это все делает фактически сам многое своими руками раньше боролся как я понял как мутула и поэтому он понимает что надо это очень важно когда человек что-то делает понимает что он делает потому что ну вот давайте расскажу смешной случай зашло как раз в магазин нужны были кроссовки для зала но понятно что кроссовки для зала и для улиц они отличаются да и прихожу в спортивный магазин большой сетевой то есть спрашивают девушку такая симпатичная все подтянуты девушка скажите у вас есть кроссовки для зала она говорит у меня у нас нет кроссовок для зала как нету а вот а вот это это кроссовки для вот это модно сейчас физическая вот этот какого слова вылетела ну функциональную этот тренинг на она говорит у нас вот для этого и да скажите а чем разница ну как но там же шины то есть человек который продает даже вообще не понимает блин слот выскочил из главы функциональный тренинг прыгают бегают отжимаются это уже все это уже рубеж 60 лет прошел начинается уже эти процессы на в организме вот и потому что когда человек знает что он делаешь знает чем занимается в теме это это хорошо правильно и полезно для всех поэтому вот я с одной стороны хвастаюсь другой стороны рекламирую и не знаю если это будет каким-то моим отдельным заработком я был бы рад потому что в нашем городе в нашем регионе пока не не добирались товар вот эти но по крайней мере такой химпула в москве много людей там сочи покупают на детские группы если получится у нас будет отлично бизнес такой будут бизнесменом маленьким ну вернее купи-продай а может компаньонам вот только нет и как бы компаньонам вот поэтому друзья работа на эспандерах очень полезно работать можно как на улице как дома фитнес-залах где угодно учебный методический материал по эспандером очень обширный начиная с обучалок любого борца и ударника вот и заканчивая боевым ботаниками да там у нас один из выпуск на ботаниках про работу с резиной он немножко с хохмой был сделан как обычно да на ботаниках то есть там как бы не учебно-методическое но там было понятно что работать с резиной можно весело тем более если как бы детишек завлекать в физическое воспитание физическую культуру прививать эспандере очень хорошее подспорье в этом занятие физической культурой эспандера поэтому друзья спасибо хикмутуле спасибо привет уфе башкирия мне там много знакомых уже хороших спасибо тем кто посмотрел вот этот маленький выход в эфир просто сейчас рабочее время понимаю люди работают поэтому не до эфиров но потом поскольку кто посмотрит можно комментировать и обсуждать я постараюсь в комментариях или в описании написать вот эти реквизиты этой фабрики спортивных товаров поэтому друзья спасибо спасибо за участие кто смотрел тем кто будет смотреть продолжаем двигаться шевелиться тренироваться если есть будут темы для выхода в эфир для обсуждения какие-то названия